Всем привет, меня зовут Сергей, я системный администратор, в Одноклассниках работаю меньше трех лет, и сейчас мы поговорим с вами о хранилищах данных, и в частности о дисковой подсистеме. В процессе этой беседы мы постараемся выделить основные требования к хранилищам и ответить на некоторые вопросы выбора, которые стоят при проектировке приложений, особенно высоконагруженных приложений. И для начала, чтобы было как минимум понятно, когда все это закончится, давайте кратко рассмотрим по пунктам, о чем мы будем говорить. И первое, что мы рассмотрим, это основные характеристики хранилищ, собственно, более или менее применимые ко всем типам хранилища. Вторым вопросом будет физический уровень, мы рассмотрим с вами вращающиеся диски, рассмотрим SSD, и также интерфейс подключения, протоколы, по которым они работают. Затем перейдем к производительности, обсудим, что это такое, и также, какими методами она достигается, как можно оптимизировать. Далее рассмотрим, что у нас происходит в рамках отдельного взятого диска. Во-первых, это сбор статистики, как производится мониторинг, зачем все это нужно, и для чего тратится время и ресурсы на то, чтобы это создать. Также рассмотрим логические уровни, в первую очередь это разделы, таблицы разделов, как они устроены, чем отличаются. И рассмотрим непосредственно файловые системы, основные типы файловых систем, а также общие характеристики, которыми они должны обладать. И в заключение рассмотрим дисковые массивы, конкретно по уровням, что как работает, какие плюсы и минусы, где это можно и как использовать. Ну и начнем мы с основных характеристик. Если говорить об основных характеристиках, наверное, самое очевидное, и что первое приходит в голову, это емкость хранилища. В принципе, здесь все понятно, чем больше емкость или объем хранилища, тем больше данных мы можем в него положить. Но есть нюансы всегда, всегда есть нюансы. Разработчики всегда хотят хранилища побольше, чтобы не заморачиваться, во-первых, с расчетами, что им все-таки нужно, и также, чтобы иметь какой-то запас для дальнейшего роста. Бизнес, со своей стороны, хочет хранилища поменьше, потому что это банально дешевле, потому что хорошее хранилище стоит достаточно больших денег. А эксплуатация во всем этом пытается найти какой-то компромисс. И сделать так, чтобы хранилище было, во-первых, достаточным для работы приложений, во-вторых, достаточным для того, чтобы не приходилось очень часто расширять эти хранилища, и, в-третьих, сделать его достаточно маленьким, чтобы можно было быстро восстановиться, если оно упадет из бэкапа или какими-то другими методами. Вторым параметром, но не менее важным, идет производительность. Под производительностью обычно понимается скорость чтения записи в хранилище из него. Как мы увидим дальше, одни и те же хранилища, в зависимости от паттерна взаимодействия с ними, могут работать как с очень высокой производительностью, так и с весьма низкой. И также стоит учитывать, что для rate массивов, для массивов вообще стоит учитывать такой параметр, как производительность состояния деградации, когда вы потеряли какое-то из элементов хранилища. Следующая характеристика – это латентность. Латентность – это от английского latency – задержка. Под задержкой понимается обычно время, затраченное от момента, когда мы отправили какую-то команду, какой-то запрос к хранилищу, и до того момента, когда началось непосредственное взаимодействие с данными. Зачастую это очень важный момент, потому что ваше хранилище может быть очень производительным, бесконечно производительным, но подключено, допустим, по какому-то медленному интерфейсу, допустим, по сети, компьютеру. А еще страшнее, когда это хранилище будет стоять не рядом с компьютером, а где-то на другом континенте, и у вас в любом случае возникнет огромная задержка, связанная с конечностью скорости света. И этого избежать никак нельзя, с этим нужно бороться и учитывать. И последняя, не менее важная характеристика для хранилища – это их отказоустойчивость. Потому что, да, мы хотим, чтобы они работали быстро, но мы еще очень не хотим терять данные. Отказоустойчивость, правда, применима не ко всем типам, но об этом мы поговорим несколько дальше. Здесь, на самом деле, не хватает еще одной характеристики. Я оставил ее вам, и, может, кто-то назовет, что это. Она очень важна, ее нужно учитывать абсолютно всегда. Верно. Одна из основополагающих характеристик – это всегда стоимость. Потому что, как правило, самые производительные, самые большие решения отказоустойчивания стоят очень больших денег. И не всегда это может оккупаться. Иногда нужно играться другими параметрами и что-то терять. Давайте, собственно, перейдем непосредственно к физическому уровню. И рассмотрим конкретно, что мы имеем. На физическом уровне самое часто встречающееся – это либо вращающиеся диски, либо твердотельные накопители. И начнем мы по порядку с вращающихся дисков. В общем, я думаю, все сейчас представляют, как работает вращающийся диск. Мы физику и принципы основной работы мы трогать не будем. Он работает. Уже много лет продолжает работать. Немножко напомню, чтобы просто дальше было понятнее, и было понятно, о чем мы конкретно говорим. Диск состоит, во-первых, из металлических блинов, которые вращаются с большой скоростью, и магнитная головка, которая непосредственно перемещается поперек блинов и считывает или записывает данные. Диски можно разделить. Есть два типа, основных типа вращающихся дисков. И между ними одно время шел такой очень мощный холивар. Одни говорили, что одно лучше, другие, что другое. Это, собственно, диски SATA и диски SCAZI. Диски SCAZI, да, они всегда были более производительны. SCAZI диск, скорость вращения его может достигать, насколько я помню, до 15 тысяч оборотов в минуту. И если говорить о SATA дисках, то там скорость вращения 5400, там, где не нужна очень большая производительность. Допустим, мы так делали ноутбучные диски или какие-то дешевые пользовательские. И 7200 оборотов в минуту для дисков более быстрых. Ну, на данный момент, на самом деле, SCAZI диски, они уже не очень актуальны. Им на смену пришли более быстрые SSD. И почему, наверное, мы рассмотрим дальше. А сейчас здесь подробнее. Основные плюсы вращающихся дисков, их я нашел всего два. Первое, это, конечно, достаточно низкая стоимость за гигабайт. А как мы с вами говорили, зачастую цена все-таки имеет большое значение, иногда решающая при выборе. Второе, это большой объем. Да, возможно, когда-то это изменится, SSD станут очень большими и очень доступными по цене, но пока, увы, картина такова. А вот дальше начинаются минусы. Самый первый, наверное, самый значимый минус вращающихся дисков – это очень большие задержки. С чем связаны задержки? Мы уже проговорили, как, в принципе, функционирует диск. И задержки связаны именно с этими механическими процессами. Если рассмотреть, как происходит, допустим, процесс чтения с диска, у нас поступает команда на чтение непосредственно в контроллер. Контроллер вычисляет, в каком месте блина находятся нужные нам данные. Диск проворачивается нужным сектором под головку, и только после этого начинается чтение. Вот это время, оно достаточно большое, особенно если учитывать текущие тенденции с очень быстрыми процессорами, про которые вы сейчас слушали, очень быстрая память, зачастую именно получение данных, а не их обработка, становится узким местом. И это могло быть не так плохо, когда мы читаем диски с данных последовательно. Когда мы подогнали головку под сектор, начались читывания, и у нас большой кусок данных, который находится последовательно на этом диске, мы читаем и больше головку не дергаем. А что, если данные находятся где-то в произвольных местах? Каждая такая операция будет, нам заново нужно позиционировать головку, нам заново нужно подгонять диск для того, чтобы прочитать какой-то небольшой кусок данных. То же самое происходит при конкурентном доступе, когда у вас несколько приложений пытаются поработать с какими-то данными. Каждый начинает дергать диск в свою сторону, и суммарно вот эти вот задержки, они очень велики. Иногда они даже больше, чем время самого чтения данных с диска или записи. Далее, энергопотребление таких дисков. Но тут, я думаю, тоже все достаточно очевидно. Механика. Нужно вращать тяжелые диски, поддерживать их вращение постоянно. Опять же, механическая головка, это все перемещать. И оно очень неплохо кушает электричество. Почему это важно? Потому что зачастую, опять же, не цена покупки какого-то решения, там сервера или будь то диски, оказывается наиболее высокой. А потом это все поддерживать. Места в стойках, электричество, охлаждение и многое другое. Также одним из минусов вращающихся дисков является их достаточно низкая устойчивость к физическому воздействию. Например, я могу рассказать конкретный пример, с которым сталкивались. Где-то на транспортировке коробку с дисками ее уронили или ударили. Не знаю, как там у них получилось. Потом эти диски, про это никто не узнал, эти диски попали в продакшн, в большую партию серверов. А в итоге, в какой-то прекрасный момент, вся эта партия начала сыпать ошибки чтения записи. И тут как раз дошло, что с дисками были проблемы. И это было вызвано именно физическим повреждением. Также они очень чувствительны, допустим, к вибрациям или к каким-то небольшим толчкам во время работы. Механика такова, что во время вращения диска, во время работы, головка на самом деле парит над поверхностью диска. И если его сильно трясти или как-то зацепить, там, знаете, как инженер дата-центра бежал, хвостиком махнул, а в итоге головка ударилась о поверхность диска и повредила нам данные. Хорошо, если у нас есть резервная копия. Ее может не оказаться. На самом деле, все вот эти вот проблемы можно избежать. И вот я хочу задать вам вопрос. Какой способ избежать вот все вот это, о чем мы говорили? Использовать SSD. Да, это действительно так. SSD, они, относительно вращающихся дисков, они появились достаточно недавно, вообще уже достаточно давно. С ними пришлось пострадать, пришлось чему-то порадоваться. И об этом, собственно, дальше поговорим. И говоря о SSD, я тоже не буду вдаваться в подробности, как оно устроено. Вся физика процесса, это в рамках данной лекции, оно не очень актуально. Сразу предлагаю перейти к плюсам и минусам. Ну, во-первых, понятно, что здесь нет никакой механики абсолютно. Не нужно вращать диски, поддерживать их вращение, позиционировать головку. И, соответственно, SSD диски, они на самом деле гораздо меньше потребляют электропитания. Высокая производительность, короткие задержки. Ну, здесь вообще все хорошо, опять же, если сравнивая с вращающимися. Опять же, нет механики, позиционировать головку не нужно, бороться с ее инерцией не нужно. Все, что нужно сделать SSD при получении запроса, это вычислить адрес, где находятся данные, и сходить за ними. Более того, современные SSD все в той или иной степени, они многоканальные, контроллеры их многоканальны. Правда, чтобы обеспечить вот этот вот параллелизм внутри SSD, нам необходимо создать достаточно большую очередь. Мы можем рассмотреть на примере, допустим, у нас есть какие-то турникеты, их 8, а очередь у нас из 5 человек. Мы никогда не сможем задействовать полностью производительность этих турникетов, потому что максимум мы задействуем столько, сколько человек, а, скорее всего, кто-то пройдет быстрее, остальные успеют за ним. Тут принцип абсолютно тоже, не обеспечив хорошую очередь, мы не создадим параллелизма и не получим всей производительности SSD. Надежность. Существует такой миф, он уже давно существует, что SSD якобы чаще ломаются. Вот на опыте использования в большом продакшене и вращающихся дисков и SSD, причем в достаточно большом количестве их. Это многие тысячи, да, говоря о вращающихся дисках, это десятки тысяч. Это все неправда. Механика ломается гораздо чаще, и вращающиеся диски менять приходится гораздо чаще, чем SSD. Ну, электроника, в принципе, она меньше подвержена каким-то поломкам, да, могут быть сбои, но это совсем другая история. Но вы можете спросить, что, ну, если все так хорошо, то почему же мы все еще продолжаем использовать вращающиеся диски? Ну, тут все неоднозначно. Во-первых, самый понятный момент, это пока все еще очень высокая стоимость за гигабайт SSD. Связано это с тем, что сам процесс создания NAND памяти, он гораздо дольше и дороже, чем создание вращающихся дисков. Пока эта картина выглядит именно так. Опять же, может когда-то оно изменится, но мы живем сейчас, и делать это все нужно сейчас. Второй минус SSD дисков – это их блочная модель записи и вообще блочная модель функционирования. И на этом пункте я хотел бы остановиться поподробнее, потому что это действительно важно, и далеко не везде оно хорошо документировано. Для начала я предлагаю рассмотреть вообще, что такое блочная модель и как она устроена в общих чертах. Суть в том, что вся память SSD диска, она состоит из ячеек. В самом простом случае, одна ячейка памяти – это один бит, это SLC – Single Layer Cell. Также сейчас есть варианты, когда в одной ячейке хранится 2, 3, 4 бита. Это достигается за счет разного напряжения заряда. То есть ячейка вся та же самая, но у них есть свои минусы. Об этом не сейчас. Память состоит из ячеек. Все ячейки, они, во-первых, объединены в страницы. Страницы здесь приведены 4 кБ, это как самый распространенный размер страницы. Также я вот на практике встречал еще 8, говорят, бывают другие, не видел. Может, редко, но бывает. И вот страница – это минимальная единица, которая может быть записана или прочитана с SSD. Запись и чтение всегда осуществляется постранично. Затем все страницы, они объединены еще в некие блоки. Размер блока также может варьироваться в зависимости от производителя, модели. Но самый распространенный блок – это 128 страниц. В данном случае это получается 512 кБ. Также вот то, что на практике встречается, это 64 и 32 страницы. 128, 256 кБ соответственно. И вот все удаление в SSD диске происходит именно поблочно, вот такими большими блоками. Еще это можно увидеть даже формулировку, встречается и райс-блок, которыми происходит зачистка. Давайте дальше рассмотрим, как в общем диск работает вот с этим всем безобразием. Представим, что у нас есть некий мифический диск размером 1 мегабайт, размером страницы 4 кБ и 512 кБ блок. Да, вот здесь синенькое то, что это занятые страницы. Единственное белое – это абсолютно чистая пустая страница. И представим, что нам нужно записать на этот диск 4 кБ, ну или меньше. Понятно, что оперировать мы будем 4-х килобайтными страницами, по-другому мы не можем. Да, я не упомянул. На самом деле вот эти значения можно изменить путем перепрошивки контроллера. Все это возможно, но зачем это делать? Производитель все-таки старался показать большие цифры, он оптимизировал именно под эти задачи. Онорг хорошо работает. Да, и мы пытаемся записать страницу. В случае, когда у нас есть свободные страницы на диске, все будет очень прозрачно и понятно. Страница записывается в свободную область. Произойдет это очень быстро, и мы возрадуемся. Но что, если откатимся немного, вернем пустую страничку? Что, если нам нужно не просто записать, а изменить одну из страниц, существующих в памяти диска? Допустим, изменить там один байт какой-то в этих 4-х килобайтах. Все будет достаточно просто и прозрачно тоже. Сначала вот эти 4 килобайта, которые уже существуют на диске, они запишутся в буфер. Будут прочитаны в буфер. В буфере произойдет изменение. Будут внесены наши новые данные. И затем вот эта страница, она попадет в свободную страницу на диске. Это тоже очень быстрая операция. И никаких больших задержек здесь не будет. Но здесь появляется один нюанс. Для диска у нас больше нет ни одной чистой страницы. SSD устроен так, что писать он может только на абсолютно очищенной странице. Он не может перезаписать так, как делает вращающийся диск. Ну, просто физика процесса такова. И вот здесь все становится интересно. Для контроллера диска вся память заполнена. Но мы-то знаем, что на самом деле у нас вот та вот страничка, она уже не нужна. Ее можно удалить. Но этого удаления не происходит. И тут вопрос. Почему происходит вот такое безобразие? Почему не удаляется страница? Почему не удаляется страница? Она так и так износится. Туда когда-то будут записаны данные. Но сейчас-то мы вообще в нее ничего записать не можем. А нам нужно? У нас файловая система при этом может быть абсолютно пустая. Мы ее почистили. А здесь вот происходит такое. Хорошо. Это происходит по одной простой причине. Все интерфейсы взаимодействия в операционных системах, они писались для вращающихся дисков. А как мы знаем, с вращающихся дисков ничего не удаляется. Почему она не удаляется? Потому что для этого нам нужно лишний раз гонять головку. Это вызовет соответствующие задержки. Мы потеряем драгоценное время. Все удаленное, оно помечается в файловой системе, что это можно перезатирать. И когда-то оно будет перезатерто, но, извините, не сейчас. И вот такой прекрасный механизм для вращающихся дисков оказывается очень большой проблемой для SSD. Почему эта проблема? Вот мы теперь имеем диск, который для контроллера полностью записан. И хотим изменить в нем еще 4 килобайта. Ну или для трагичности 1 байт. Что будет происходить? Как нам действовать? Контроллер не видит чистых страниц. Идеи нет? Спросить в операционной системе было бы хорошо, но они не общаются. Пока они не общаются. Нет, для него все занято. Нет, все пойдет несколько по другой схеме записи. Вот весь 512-килобайтный блок будет прочитан в буфер. Почему 512 килобайт? А не 4, как в предыдущем. Потому что потом нам надо будет зачищать. А зачищать мы можем только 512. У нас нет других вариантов. Там в буфере будут внесены необходимые нам изменения. После этого контроллер очистит страничку. И вот только после этого произойдет запись. Как вы понимаете, для того, чтобы изменить 1 байт, пошлый 1 байт, нам пришлось прочитать в буфер 512, очистить 512 и еще раз записать 512. А учитывая, что срок жизни ячеек SSD, он конечен, это очень грустно. Вот этот эффект, когда контроллер записывает гораздо больше, чем мы от него хотим, он имеет название write amplification. Усиление записи. На самом деле, дальше мы увидим, что это не единственный момент, который вызывает усиление записи. Однако, был придуман ряд способов, как с этим бороться. И здесь я хочу поговорить о механизмах, которые существуют в контроллере SSD. Контроллер SSD вообще очень сложный. В нем огромное количество механизмов. Они разные у разных производителей, и даже у разных моделей внутри производителя. Также они могут отличаться по принципу своей работы. Но есть основные, общий принцип, которых один. Механика внутри процесса может быть совершенно разная. И первый, самый часто встречающийся механизм – это trim. Скорее всего, многие из вас слышали о нем. Кто знает, как он работает, хотя бы что это, зачем он нужен? Что такое trim? Нет? Ладно, я кратко расскажу. Trim – это механизм, который призван как раз избегать вот таких вот длинных схем перезаписи, которые мы видели на предыдущих слайдах. На самом деле, если кто-то может будет в комментариях к видео придираться, это даже не механизм, это команда АТА. Даже не команда, это атрибут команды АТА Dataset Management, при помощи которого мы можем от файловой системы передать информацию контроллеру, а какие ячейки все-таки, ну, какие адреса памяти в файловой системе уже свободны и какие можно очищать, чтобы контроллер принял решение, какие можно очищать у себя. Trim может работать в двух… Есть два способа использовать trim. Первый – это непрерывный. Суть его заключается в том, что мы изначально монтируем файловую систему с включенным trim, и затем происходит некая магия. При каждом, как сказать, каждый раз, когда в файловой системе высвобождается что-то, какие-то адреса памяти, контроллеру посылается команда Dataset Management с trim, и контроллер помечает у себя в таблице состояние ячеек необходимые ячейки, как… что их можно удалить, как уже ненужные. И я могу сразу сказать, мы не используем этот вариант в продакшене. Почему однажды мы столкнулись с одной проблемой? Я могу сказать больше, вот Алексей Горбов в тот момент это все исследовал. «Да, я нашел». Проблема заключалась в том, что в один прекрасный момент при повышенной нагрузке к базе данных начало очень сильно возрастать время обращения к этой базе. Очень долго искали, почему так происходит, решили на все, что угодно, а потом в итоге перестало это происходить после отключения trim. Нашли чисто экспериментальным путем. Затем этот момент начали как-то исследовать, разбираться, почему это произошло. Была встреча с вендорами, в которой я уже принимал участие. И они поведали интересный момент. На самом деле команда датасет менеджмент иногда может быть приоритетнее, чем чтение или запись. И когда у вас очень много удаления или очень много перезаписи, постоянно шлется trim, который забивает все, и чтение и запись уходят на второй план. Это уже проблема. Более того, возможно, в той ситуации тоже поиграла какую-то роль, я не в курсе этого. В версии SATA до 3.0 включительно, trim был синхронный. То есть каждый раз, когда в файловой системе что-то высвобождалось, сразу же посылалась команда. И сразу же контроллер начинал чистить эти ячейки. А это еще время. В версии SATA 3.1 это исправили, и trim стал асинхронный. То есть контроллер просто помечает ячейки как удаленные. И удаляются они уже после. И вот тем, как они удаляются, занимается уже следующий механизм, это garbage collector. Он как раз в периоды простоя диска или очень низкой нагрузки. Он просматривает таблицу состояния ячеек и идет по диску, чистит все, что считает ненужным, исходя из этой таблицы. Здесь все достаточно просто. Я думаю, не стоит останавливаться. Следующий механизм – это wear leveling. Этот механизм создан для того, чтобы как-то увеличить срок жизни наших дисков. Так мы знаем, ячейки изнашиваются, и диск может закончиться просто в один прекрасный момент. Как работает этот механизм? Опять же, в периоды очень низкой нагрузки, низкой активности на диск, он проходит… Забежал далеко вперед. Давайте рассмотрим пример. Чем отличаются данные, которые у нас лежат на диске? У нас есть статичные данные. Допустим, это фоточки, видосики, которые лежат и которые мы не изменяем. Мы только читаем их. И ячейки под этими файлами не изнашиваются. А есть файлы базы данных, текстовые файлы, в которые мы постоянно вносим изменения, которые постоянно перезатирают SSD. И начинается такой эффект, что какие-то ячейки изношены, какие-то нет. Это может привести к очень неприятным последствиям. Во-первых, диск закончится раньше, чем нужно. Во-вторых, он еще может стать меньше. Сначала покрашится файловая система, потом ее заново создадите. Но уже на меньшем объеме. И вот здесь как раз вступает механизм эр-левелинга. Он занимается тем, что он выравнивает вот этот износ ячеек. Как он это делает? Он идет и просто перекладывает данные с места на место. Он берет данные с ячеек неизношенных, статичные данные перекладывает их на более изношенные ячейки. Там, где ячейки изнашиваются, он перекладывает на более свежие. И тем самым как-то выравнивает вот этот вот износ. Следующий механизм, о котором я хочу упомянуть, это овер-провиженинг. Овер-провиженинг, по сути своей, это некая область на диске, которая недоступна пользователю. В нее нельзя записать пользовательские данные. Ее полностью монополизирует контроллер. И это сделано для того, чтобы контроллер всегда знал, какие ячейки там чистые, какие у него заняты, зачем это нужно. И сам решал, что с этим делать. Механизм вообще призван как раз для того, чтобы, во-первых, увеличить срок службы диска. Почему? Потому что предыдущий механизм вар-левелинга, он использует как раз именно вот это место для того, чтобы перекладывать ячейки с места на место. Перекладывать данные. А вторая его цель – это несколько повысить производительность. За счет чего? За счет того, что диск всегда имеет чистые ячейки где-то в резерве для своего буфера. И он может через них гонять данные вот по той вот длинной схеме перезаписи. Стоит еще учитывать, что вот та длинная схема перезаписи, если бы, допустим, не Trim, диск работал бы по ней абсолютно всегда после одной перезаписи одного полного объема диска. До меня сейчас дошло, что я не сказал про периодик Trim. Я увлекся примером. Да, периодический Trim. В чем его суть? Это тот же самый механизм, просто вы изначально не монтируете файловую систему с включенным Trim, он у вас выключен. Ну, а периодически вы можете в Linux это команда FS-Stream, вы можете запускать эту команду. Допустим, когда у вас на приложении абсолютно нет нагрузки, какие-то сервисные часы, вы можете запускать руками, и файловая система будет передавать сведения о всех свободных адресах контроллеру. Дальше все то же самое. Приходит garbage collector и начинает это все вычищать. Да, и вот over-provisioning, я отвлекся. Эта область данных, она всегда используется производительным, по крайней мере в наше время. Были когда-то попытки делать без нее, но это было все очень плохо. Диски работали крайне медленно и изнашивались достаточно быстро. Для пользовательских дисков, которые используются в ноутбуках, размер over-provisioning обычно составляет 7% от объема. Если говорить про enterprise диски, дорогие большие enterprise SSD диски, то там over-provisioning может достигать 28-25 иногда процентов, но до 30. Больше 28 я, по-моему, не встречал. И дальше я хочу вам показать небольшой пример. Здесь не видно цифр, они нам не сильно важны на самом деле. О чем это? Размер over-provisioning можно тюнить, его можно изменять. Чем больше over-provisioning, тем больше его эффект. Как он изменяется, можно легко найти в интернете. Все очень просто и прозрачно. За счет чего он изменяется? А за счет юзерспейса. Если вы готовы пожертвовать размером диска, то это вполне можно сделать. И какой профит это даст? Первая картинка, здесь over-provisioning 12%. Все три картинки, если говорить, это один и тот же диск. Это даже не та же модель, это один и тот же диск, которого изменяли и по-разному тестировали. И 12% и на диск запущена высокая нагрузка. Там стресс-тест был. Это синтетика, это стресс-тест. И мы видим, что сначала у нас по горизонтали это время, по вертикали количество операций ввода-вывода в секунду, IOPS так называемый. Вначале у нас, я вот воспользуюсь технологиями, вначале у нас IOPS очень высокий. Там на самом деле показатели были почти 80 тысяч операций ввода-вывода в секунду. Но затем у нас происходит такой вот спад. Что это значит? Это тот самый момент, когда диск использовал все свободные ячейки, заведомо свободные, и пошел вот по той нашей длинной схеме. Да, трим здесь отключен. И потом началось вот такое безобразие. Здесь показатель IOPS в среднем 10 тысяч. Если там смотреть, вот этот вот разброс составляет примерно от 8. И здесь, да, шкала нелинейная. И здесь вот почти до 20 тысяч. Такой большой разброс возникает из-за того, что IOPS маленький. Как только заканчиваются свободные ячейки, его надо постоянно не только через него писать, но еще его успевать подчищать. И данных много, нагрузка большая, и контроллер просто не успевает физически этого делать. И получается вот такая картина. Здесь IOPS уже 25%, и мы видим, что состояние несколько изменилось. Во-первых, вот этот спад у нас произошел, но произошел несколько позже. А затем производительность, она, во-первых, она выше, она больше 20 тысяч IOPS. И, во-вторых, у нас нет большого разброса по времени между операциями. Они примерно с одинаковой скоростью выполняются. Это плюс. На следующей картинке IOPS 50%, и здесь мы видим, вообще нет такого явного спада. Он есть, но не такой страшный, и на самом деле она идет линия немного выше. Вот этого добились мы за счет того, что потеряли половину диска, объема диска. Но на самом деле это работает, это можно использовать. Если говорить о приросте срока службы, то опыт показывает, что это прирост порядка 25-30% к сроку службы диска. Тоже можно использовать, если готовы к жертвам. Что же дальше? Что дальше, это вопрос уже не к вам, это ко мне. Что дальше будет с SSD? Сейчас ситуация такова, что техпроцесс, который на данный момент составляет 16-15 нанометров, развитие техпроцесса остановилось. И снижение техпроцесса ниже 15 нанометров считается необоснованным экономически. Это невыгодно производителям, и прогнозы говорят, что дальше ничего в этом происходить не будет. То есть если не увеличивать количество чипов на самом диске, то размер расти не может. Увеличивать количество чипов мы тоже не можем, потому что у нас есть форм-фактор диска, к которому тоже очень многое привязано. Но из этой ситуации производители нашли выход. Решили масштабироваться вертикально. Появился 3D-нант. суть 3D-нанда заключается в том, что по сути это те же самые пластины, но она не одна, а их уже несколько сложенных, грубо говоря, в стопку. На данный момент существуют уже в открытой продаже популярные диски с 3D-нантом в 64 слоя. Вот уже на подходе в конце этого года, в начале следующего, на подходе 3D-нант 96 слоев. Но мы понимаем, что бесконечно мы наращивать слои тоже не можем. Когда-то это должно закончиться. По сообщениям непосредственно вендоров производителей, производителей, вот этот процесс наращивания 3D-нанда, он должен остановиться на 512 слоях. Как заявил один из пресс-секретарей, я не знаю, как это назвать, человек, который общается с внешним миром Атошева, он сказал, что я буду очень удивлен, если кто-то когда-то сможет произвести нант чип больше 4-х терабит. Это как раз 512 слоев. И здесь мы тоже наращивать не можем. Размер диска мы тоже вряд ли можем увеличить. Да, я не держал в руках, видел спецификации, уже есть диски, они выпускаются очень малым тиражом, они безумно дорогие, явно не для продакшена, я не знаю, для кого это делают, возможно, для PC геймеров. Диски в 13 терабайт SSD диски. Но у них есть одна большая проблема, они толще, в сервер они не влезут. Там как раз наращивали за счет увеличения просто количества чипов. и возникает вопрос, как дальше с этим быть. Наверное, производители знают ответ, но пока никто его не публикует. что-то что-то обязательно должно произойти, и я думаю, уже мы это увидим, пусть там не ближайшие 2-3 года, но 5-7 лет что-то появится. И вот говоря о новых технологиях, технологиях будущего, которые только приходят, мне хотелось зацепить такую свежую технологию, картинка не моя, это Intel, спасибо им. Технология называется 3D Crosspoint. Она произведена двумя компаниями в симбиозе, это компания Intel и Micron. Эти диски уже продаются, они стоят бешеных денег, они в два раза дешевле оперативной памяти, если цена на гигабайт считать, это гигантские деньги. Один из них уже поступал к нам на тестирование, я с ним, я лично его тестировал, смотрел, как он работает, что это вообще такое. Здесь не используется NAND, здесь в принципе для хранения информации не используется электрический заряд как таковой. Хранение обеспечивается вот зелененькие красотулечки. Это некий материал, который по составу тоже никто не разглашает, мы не знаем, что это. Он может изменять свое сопротивление. За счет изменения сопротивления в этих ячейках хранятся данные. также здесь есть некий селектор, который непосредственно осуществляет чтение запись из ячеек. И по заверению компаний Intel и Micron они говорят, что этого селектора достаточно и здесь не будет никакого транзистора как в NAND соответственно размер ячейки будет гораздо меньше. Не будет, он уже есть. И ячейки можно будет расположить плотнее друг к другу, тем самым они обеспечивают больший объем. Вот это тоненькие проводочки. Очень тоненькие. Размеров не знаю, они не опубликованы. По крайней мере я их не видел. И вот это вот здесь представлено два слоя памяти, но их может быть очень много. Ну их есть там я не знаю какое количество, большое количество. И собственно пропуская заряд на пересечении вот этих вот линий, почему называется Crosspoint, мы пишем или читаем данные. Память также энергонезависимая как SSD. И если говорить о производительности вот этого монстра, не побоюсь этого слова, по объявленным цифрам, производительность на чтение и запись примерно одинаковая. Там разница буквально 5-7 процентов. И пишет и читает он со скоростью 2 гигабайта в секунду. если говорить о количестве операций в секунду, то это порядка 500 тысяч IOPS. Что если сравнивать с SSD, это как минимум в 4 раза быстрее самого дорогого и крутого SSD, существующего сейчас на рынке. если говорить о задержках, задержки составляют 10 микросекунд. Это гарантированная задержка, которая будет всегда, связана с физикой процесса. Опять же, задержки SSD 50 микросекунд. В 5 раз короче здесь. Также увеличен срок службы. Есть такой показатель, он называется ДВПД. В чем его суть? Это количество, возможное количество перезаписанных объемов, полных объемов диска в один день при гарантии, что диск будет служить 5 лет. И вот эта цифра говорит, что этот диск можно перезаписывать каждый день 30 раз полностью. И тогда он прослужит 5 лет. Если брать Enterprise SSD, то это показатель от 10 до 15. Служить оно будет тоже гораздо дольше, но стоит оно соответственно. Мы потестировали и использовать мы пока к сожалению не будем. Почему мы не нашли такого места, где они будут реально окупаться на данный момент? Конечно, подумаем, возможно, что-то будет. Иметь в виду, конечно, это стоит. И возможно, вот именно оно или что-то подобное. Есть сейчас попытки также разработать память на мемористрах. Ждем, надеемся, что технология не остановится, будет развиваться дальше. И продолжая разговор о физическом уровне, нельзя не зацепить такой момент, как интерфейсы, в том числе протоколы. Издавна мы уже говорили, что был очень мощный холивар между SATA, дисками из Кази. Понятно уже, кем он был выигран. Но поговорим о том, как это происходило и как развивалось. Изначально был интерфейс по этому шлейфу последовательно передавались команды к устройству и затем также параллельно передавались команды к устройству и также получались данные от него или какие-то ответы. Но интерфейс был очень медленный и в один прекрасный момент до производителей дошло, что Эврика. А ведь он может работать гораздо быстрее, если делать это не параллельно а последовательно, но на гораздо большей частоте. И так появился интерфейс SATA, Serial SATA. SATA привнес с собой еще одно новшество, помимо того, что подключаться он стал таким узеньким кабелем, а не шлейфом. Наверное, это вы уже видели, если заглядывали внутрь компьютера. Привнес он следующее новшество, он принес реордеринг операций. Что это такое и зачем нужно? Мы знаем, что при конкурентном или при случайном доступе к диску у нас очень деградирует производительность. Но возможно, это было бы совсем не так, если бы мы могли взять и отправить команды не так, как это делал интерфейс ATA first in first out, а заведомо полученные команды упорядочить так, чтобы диску приходилось меньше перемещать головку. И вот такой реордеринг появился в интерфейсе с ATA. Также для обеспечения этого появилась одна очередь, и глубина этой очереди была 32 операции. очень быстро сразу же за SATA пришел Ахци. Это уже протокол, протокол общения по интерфейсу SATA, и он привнес еще чуть-чуть, он привнес, например, из полезного, заметного, допустим, горячую замену дисков, которые до этого не было, а сами понимаете, что в серверах, которые не хотелось бы отключать, иногда это очень нужно. В то же время, параллельно, воюя с этими товарищами, развивался интерфейс SCAZI. SCAZI он изначально имел одну очередь, и глубина этой очереди была 128 операций. У них это было только потому, что они делали более дорогие диски, которые вращались с большей скоростью, обеспечивали большую производительность, и им уже тогда это было нужно, потому что у пользователей интерфейса ATAMI считалось так, что им производительность не нужна. Кто это? Кто эти люди? Зачем нам тратить на их деньги? И примерно в то же самое время, что и метаморфоза ATAS-ATAMI у производителей SCAZI, у них тоже осенило, но скорее всего кто-то у кого-то подсмотрел, я думаю, они тоже говорят, а что же мы команды параллельно и на низкой частоте гоняем, можно же на большой частоте и последовательно. И так появилась следующая его интерпретация, это интерфейс SAS, собственно, Serial Attached SCAZI. Он также имел одну очередь, также глубина этой очереди была 128 операций, но за счет того, что его переделали, он стал работать гораздо быстрее, стал гораздо производительнее. Также в интерфейсе SAS была очень важная и нужная для интерпрайза функция, это мультипасс. Эта функция, механизм, он позволял подключать один диск или одно хранилище к нескольким устройствам, к нескольким серверам, пусть будет, к нескольким компьютерам. Также интерфейс SCAZI, что я хотел сказать? А, да, также интерфейс SCAZI, он мог использоваться не только для каких-то там, ну, для дисков, он мог использоваться и для других устройств, он был более универсален, допустим, им подключались дисковые полки, и множество всяких безобразий. Но шло время, и все менялось, производительность требовалась еще больше, здесь пришли еще SSD-диски, и столкнулись с тем, что вот эти два интерфейса, как бы замечательные они не были, они имеют одни и те же проблемы. и подробнее сейчас мы поговорим об этих проблемах. Эти интерфейсы были изначально разработаны для вращающихся дисков, они имеют в себе просто огромное количество инструкций для вращающихся дисков, таких как позиционирование головки, допустим, и все эти операции были не нужны для SSD, но несмотря на то, что они не нужны, они продолжают эмулироваться только для того, чтобы не рушить протокол, чтобы он продолжал работать интерфейс. Также, как мы помним, для обеспечения производительность SSD, для обеспечения большого параллелизма нам нужна большая очередь, вот этой очереди в 32, явно уже недостаточно, она не сможет обеспечить большую производительность. И тогда подумали, подумали, решили, ну, надо что-то менять, был придуман следующий интерфейс. Это интерфейс NVMe, Non-Voltage Memory Express, если я правильно помню. Этот интерфейс отличался тем, что, во-первых, он совершенно не предназначен для работы с вращающими дисками, там нет этих всех инструкций, которые были избыточны для SSD. Опять же, если правильно помню, набор инструкций команд интерфейса NVMe составляет 13 команд всего. Также если говорить о проблеме с очередью, которая возникала с SATA, то ее решили тоже достаточно кардинально, но они исходили из того, что SSD это далеко не последнее, что мы будем втыкать вот в это. Здесь мы уже видели, что пришел 3D-кросспоинт, который еще быстрее, и решили не заморачиваться, сделать 65536 очередей, глубина каждой очереди 65536 операций, чего на данный момент более чем достаточно, мы не можем это выжать пока ни одним устройством. Также надо упомянуть, что подключаются диски с этим интерфейсом через PCI-Express. Единственное, чем на данный момент ограничены NVMe диски, это как раз ограничено их развитие. Это пропускная способность PCI-Express шины, которая тоже достаточно велика, и пока забить эту шину мы не в состоянии. Предлагаю идти дальше и поговорим о производительности. В очередной раз хочу проговорить, что обеспечивает производительность для дисков. Если говорить о вращающих дисков, это длительность операции SICA, то есть операции поиска данных на диске, а для SSD это параллелизм. И возникает собственно вопрос, как нам обеспечить вот это вот все. Может есть какой-то механизм, который нам это поможет? Есть у вас какие-нибудь идеи? окей, я расскажу больше. Появился еще один нюанс на самом деле на уровне, на логическом уровне, на уровне операционной системы приложений. Это архитектура приложений. Как этот нюанс влияет? Обычно, в обычных условиях операции чтения, они у нас всегда синхронны. Почему это происходит? Потому что зачастую приложение просто не может работать дальше, пока оно не получит какие-то данные, или какой-то поток приложений, не может продолжить свою работу. А вот операция записи, она асинхронна. По большому счету приложения ему плевать, когда на самом деле на диск будут записаны эти данные. Оно их отправило, они записались куда-то в память, в кэш, в буфер, и потом они будут записаны на диск. Чтобы обеспечить производительность и учесть вот эти все моменты, на уровне операционной системы были придуманы такие механизмы, как элеваторы. Иногда они еще называются шедулеры, планировщики. суть планировщиков в том, что они изменяют порядок операций ввода-вывода так, как это будет полезно, удобно и быстро в конкретных ситуациях. Мы рассмотрим несколько, четыре, наиболее часто встречающихся, интересных планировщиков. Их на самом деле гораздо больше. Не все они попали в ядро Linux. Есть много экспериментальных. О них мы говорить не будем. И первый, самый простой планировщик это планировщик NOB. Он максимально тупой. Он отправляет запросы к диску ровно в том порядке, в котором он их получил. Он и производит только одну единственную оптимизацию. это так называемая операция слияния. Он пытается объединить однотипные запросы. Где это может быть полезно? Допустим SSD диски, которым вот эти наши все оптимизации с тем, как нам оптимально прогнать головку по поверхности диска, они просто не нужны, они не актуальны. Следующий планировщик это планировщик дедлайн. Как работает планировщик дедлайн? У него есть две очереди. Одна очередь на чтение, другая на запись. У чтения всегда приоритет, так как мы сказали, что чтение операция синхронная и зачастую выполнить быстрее, гораздо выгоднее. Изначально все пришедшие запросы определяются в эти две очереди. Они сами по себе first in first out определяются в этой очереди, зависимости чтения это или запись. И каждому запросу выставляется некий дедлайн, лимит выполнения по времени. Также еще есть третья очередь, которая общая для запросов и чтения и записи. И вот эта очередь она уже не FIFO, она сортируемая, она сортируется по тому принципу, чтобы диску было нужно меньше разгонять головку. Это именно оптимизация для вращающихся дисков. И планировщик он как он действует с этими очередями? Он сначала приходит в вот эти две очереди специальные, где есть дедлайн. смотрит в них и есть ли там запросы, у которых дедлайн уже вышел. Если таких запросов нет, он идет к общей очереди исполняет запросы оттуда. И каждый раз сверяя две очереди с дедлайном, чтобы просто для того, чтобы какие-то запросы не висели вечно. Остальное он прогоняет через оптимизацию. на самом деле планировщик достаточно хорош. Он обычно используется для баз данных. Почему он для них используется, мы увидим сейчас, разобрав следующее. Он сдается изначально, его на самом деле можно изменять, это величина настраиваемая. Я не помню сейчас дефолтный дедлайн, сколько миллисекунд для запроса. Он сдается на уровне операционной системы. может тюниться, это необходимо. Следующий планировщик это CFQ. Он очень популярен, его очень часто используют в пользовательских машинах. Почему? Потому что он безумно справедлив. Это самый справедливый планировщик. Его задача это распределить ресурс диска так, чтобы всем процессам досталось примерно одинаково. Как он действует? Каждому процессу назначается своя очередь ввода-вывода. В этой очереди учтение всегда приоритет над записью. При планировщик он раунд-робин обходит все эти очереди и на протяжении заданного кванта времени выполняет запросы из текущей очереди. Если квант времени не заканчивается переходит к следующей если квант времени не закончился а все запросы он исполнен он ждет 10 миллисекунд и после этого опять же переходит к следующей очереди. В чем здесь проблема? Вроде всем раздал но представим что у нас есть очень производительная база данных на диске нам очень быстро надо с ней работать а вот этот уважаемый он пришел и нам просто все обломал потому что обслуживает это время какие-то другие процессы когда нам нужно вписать в базу и именно поэтому зачастую используется не он а дедлайн у которого нет такой проблемы который будет до последнего исполнять все пришедшие запросы еще гарантировать что они не будут исполняться там дольше определенного промежутка времени он обеспечивает некое время выполнения запроса следующий планировщик которым хотелось бы упомянуть это BFQ это планировщик он относительно новый в ядре линукс он появляется только в версии 4.12 и на самом деле у нас в продакшене его нет мы именно поэтому его не используем но пока не пришел пока не протестировали до конца пока не уверен что он нужен это по сути продолжение планировщика CFQ но несколько переосмысленное в чем его суть он точно так же как CFQ выделяет очередь по процессам он точно так же обходит их раунд робин но есть как всегда нюанс каждой очереди он назначает некий бюджет у них это называется отсюда буковка B появилась бюджет на выполнение там какой-то у них сложный механизм как бюджет высчитывается я не уверен что правильно знаю как поэтому говорить не буду но по сути это можно сказать что количество операций там правда более сложная арифметика и проходя Рамтробин все очереди он выполняет операции согласно этому выделенному бюджету и с каждой бюджет заканчивается переходит к следующей но есть небольшое но если какой-то процесс очень много потребляет ресурса диска и если очередь его очень сильно растет то бюджет этого этой очереди увеличивается и тем самым избегается тот момент когда мы ждем что выполнится остальные но мы пока не пробовали как это работает возможно стоит и это наверное все что я хотел сказать о планировщиках предлагаю идти дальше да и рассмотреть что у нас происходит в рамках отдельно взятого диска там все очень интересно для начала я хотел поговорить о сборе статистики мониторинг всем вот этом зачем мы это делаем потому что мы это делаем и стараемся делать максимально да и говоря о сборе статистики мониторинг первое что приходит в голову это стандарт смарт смарт это я уже сказал стандарт который совместно договорившись придумали вендоры и некий механизм который он существует на диске на контроллере диска он собирает постоянно в реальном времени пока диск работает какую-то статистику и пишет ее опять же к себе в память да и вот здесь на картиночке представлен вывод команды смарт ctl для конкретного диска это диск в продакшене настоящий он существует надеюсь что он сейчас вращается вращающийся диск да и спрашиваем информацию которую диск знает о себе собственно здесь модель производитель серийный номер диска там версия фирм варь его размер размер блоков скорость вращения интерфейс подключения на какой скорости он там сейчас подключен да вот статистику я собирал это аж 17 числа и мы видим такой момент что этот диск поддерживает стандарт смарт и более того этот смарт сейчас включен вот что это такое и зачем мы его включили стандарт смарт он говорит о том что нужно хранить вот такие вот счетчики собирать хранить и отдавать пользователю когда он попросит счетчики сами по себе набор счетчиков от производителя к производителю может отличаться но если говорить о производителях вращающихся дисков у них все-таки есть какой-то стандарт и есть очень много счетчиков которые обязательно которые присутствуют всегда у них как-то унифицированные айдишники ну чтобы мы каждый раз заново не искали что это такое и вот говоря об этих счетчиках да здесь много всего если смотреть тут и ошибочки какие на него выскочили и время сколько вот он уже вращается у нас и сколько раз его останавливали запускали тут и температура где-то вот была такая вот большая кстати температура но мониторим мы конечно не все мы отдаем предпочтение всего нескольким и в первую очередь это вот этот вот счетчик под номером 5 и location sector count что это такое когда диск пытается записать или прочитать какие-то данные он не всегда делает это успешно с первого раза он может ретраить и ретраить и ретраить пока не запишут нам есть какое-то ограничение на количество попыток это уже каждый производитель сам задает как это будет происходить но когда происходят неудачные попытки каждую эту попытку контроллер диска помечает он запоминает что вот этот вот сектор он сбоил и когда вот эти количество набирается достаточно большое этих сбоев этот диск диск сектор он реалоксируется куда-то на другой сектор вот этот счетчик ой как я так сделал вот этот счетчик он как раз хранит вот в этой вот цифирке количество таких секторов которые на диске были реалоксированы то есть данные с них были с него были прочитаны и записаны на другой сектор вот а этот сектор помечается как нехороший и трогать его больше не надо почему мониторим это потому что как правило если вот это значение начало расти то значит скоро диску настанет конец да он использован не будет у каждого диска не будет в принципе у каждого диска есть некий резерв из которой берут новая сектора но который нам не виден опять же он не входит в юзер спейс и оттуда берут снова сектора и просто релокейт те уже не используются все они битые в таблице это первый параметр которым хотел сказать второй на что стоит реально стоит обращать внимание это вот счетчик номер 197 current pending sector правильно сказал правильно вот в чем его суть здесь здесь он тоже как видите в нуле когда вот эта вся история с релокациями происходит изначально сектор он не сразу реалокируется он ставится в очередь на реалокацию вот здесь как раз показано количество секторов которые стоят в очереди чем плохо этот счетчик если он стал отличным от нуля и в какой-то допустимый промежуток времени в ноль не вернулся это значит что данные с него не удалось реалокировать а это значит что мы поимели на данном конкретном диске небольшой даталоз а это уже очень печально и точно нужно все восстанавливать а диск а диск выкидывать утилизировать выкидывать нельзя все-таки ну так же стоит обращать внимание на температуру здесь кстати достаточно большая но эти вот 6 терабайтники они в принципе там до 60-65 градусов у них считается нормальной температурой ну конечно тоже вопрос к нему я это не заметил когда готовился и вот это если говорить о вращающихся дисках здесь у них все более-менее стандартизировано они молодцы но у нас есть ссд а там бардак почему производители ссд не могут договориться я не знаю набор счетчиков отличается все они называются по-разному они айдишники вот эти вот у всех разные они делают что хотят но вот спасибо релокейшн оставили на том же месте они конечно уже молодцы и производителей много моделей у них много и разработчики вот этой вот прелести они просто за этим всем не успевают поддерживать базу с той скоростью с какой это все развивается ну просто невозможно и при том разнообразие на диске на самом деле хранятся только вот эти вот циферки и часами счетчики их флаги значения а вот названия там не хранятся они берутся из базы данных вот этой утилиты она обо всем не знает и как вы видите очень много вот таких вот unknown атрибут она не смогла определить что это но это не самое страшное она хотя бы нам написала что не знает что это я знаю конкретную модель диска конкретного производителя озвучивать не буду которых как бы найти это на месте вот этого вот параметра который очень важен и мы его сейчас рассмотрим у них написано что это температура в цельсиях значение вот этого параметра и это вводит в заблуждение это при приемки и вводит в продакшен нового диска каждый раз приходится это все исследовать да это получается на ну косяк людей которые у тебя разрабатывали они ну они она в опенсорсе любой может разрабатывать ну просто нереально поддерживать такое количество всего потому что все сейчас хотят производить SSD это выгодно причем ведь производители SSD у нас тех кто производит нам саму память их там по пальцам одной руки можно пересчитать остальные у них закупают и просто собирают диски и вот этих людей очень много это быстро выгодно и ну это просто нереально успеть мы у себя поддерживаем самостоятельно в нашей системе мониторинга мы сами просто содержим маппинг того что у нас используется в продакшене какие айдишники счетчиков чему соответствуют как с этим работать если говорить о важных моментах то что мы мониторинг для SSD это вот этот вот счетчик здесь он имеет номер 233 может меняться может называться опять же по-разному вераут это остаточный износ вот в этом значении обычно в большинстве случаев в процентах иногда может быть в каких-то попугаях но приходится искать и выяснять сразу видно что здесь изначально не сотня а там две сразу понятно что шаг полпроцента просто этот цифр это сколько процентов износа осталось жить диску то есть вот сейчас он изношен на грубо говоря на 2% опять же он достаточно нелинейно может этот счетчик изменяться нужно отслеживать и когда он доходит к нулю случается страшное ну большинство дисков качественных дисков они просто становятся доступны только для чтения записать мне уже нельзя это сделано для того чтобы вы просто не потеряли данные да вы не сможете писать вы потом их хотя бы оттуда прочитали хотя бы диск не умер ну это в большинстве случаев не все добросовестные производители не все это учитывают далее далее на что стоит смотреть это еще вот здесь вот эти два параметра сразу хочу сказать вот это название неправильное тоже это не совсем так потому что вот да что в этих параметрах да сначала давайте скажу здесь ну по сути своей сколько здесь не байт здесь попугаи но сколько было записано вот здесь вот нами в контроллер а вот здесь сколько было записано в память вы видите что я не знаю видите ли циферки отличаются да я сейчас скажу я в фоне я за пределами лекции посчитал эти цифры вот просто почему название неправильно потому что на самом деле запись в лба это оно должно считаться в блоках в логических оно считается в черт знает в чем это это на самом деле значение одна единица это тысяча блоков вот записи и я в фоне пересчитал это вот такие вот циферки в гигабайтах да то есть мы на самом деле записали на диск 584 гигабайта а контроллер уже понаписал ну совместно с нами в сумме 822 да и это получается у нас разница ой 800 ой 280 сколько там 238 гигабайт да куда делись вот эти вот еще 238 гигабайт это как раз тот самый рейт амплификейшн о котором я говорил что контроллер пишет да контроллер пишет гораздо больше чем мы от него хотим на самом деле достаточно большое значение здесь почему оно большое потому что ну здесь не используют стрим здесь нет свободных ячеек это говоря о том что и в принципе наверное это основное о чем стоит упомянуть касаемо счетчиков смарт это все но также здесь много всего полезного оно удобно когда вам нужно расследовать какие-то инциденты допустим и понять а что все-таки происходило с диском почему там выстрелили ошибки и так далее ну постоянно их собирать наверное смысла особого нет по крайней мере я не вижу далее поднимемся на один уровень выше перейдем к разделам что такое разделы ну я думаю не нужно объяснять мы можем любое физическое устройство будь то диск будь то массив разбить на так как нам удобно или так как нам нужно на какое-то количество разделов и существует две основных схемы а да то как диск разбит хранится в некой таблице которая находится на диске и вот существует две схемы основных этих таблиц самая то что не самая первая но самая первая из популярных это таблица МБР она записывается в начале диска таблица МБР позволяет нам на одном диске иметь четыре раздела потом позднее был написан некий костыль ну реально костыль который позволяет каждый физический раздел сделать хранить себе еще четыре раздела так мы получили 16 разделов всего на диске также таблица МБР имеет ограничение в размере раздела 2,2 терабайта и чего явно недостаточно технологии не стояли на месте все развивалось разделы стали нужны больше и тогда была придумана следующая схема таблицы разделов это ГПТ здесь учли уже минусы предыдущей и какими свойствами она обладает во-первых ГПТ таблица может иметь больше разделов вот здесь вот есть звездочка самая популярная цифра которую везде можете найти это 128 так написано везде в учебниках википедиях и так далее да действительно Windows большинство Linux систем имеют действительно 128 разделов ну пределов 128 таблицы ГПТ но это не совсем так сама по структуре ГПТ таблица не имеет ограничений все эти ограничения они сделаны в рамках операционной системы зачем я не знаю зачем-то люди так решили возможно какие-то были у них сложности внутри операционных систем ядер и так далее многие Linux сейчас поддерживают 256 разделов ГПТ но конечно если вы не уверены я бы 129 делать не стал ограничение объема решили с плеча да и оно для одного раздела составило 9,4 что это у нас зета байта то есть это сколько там 9,4 миллиарда терабайт по-моему получается миллиарда чего пока вполне достаточно мы не знаем что писать на такие разделы и еще один несомненный плюс который появился в таблице ГПТ это резервная копия раздела она сделана не для резервного копирования там для собственного механизма работы но устроена так что таблица хранится не только в начале диска но еще и в конце их просто две они дублируются но бывает полезно если что-то побило какие-то блоки в начале можно всегда скопировать ее с конца но если опять же вы понимаете какая из таблиц консистентна и здесь я больше останавливаться смысла особо не вижу говорить о них не о чем и перейти дальше еще выше на один логический уровень это к файловым системам если вы зайдете в википедию или откройте какой-то учебник по которому когда-то учился я там будет написано про файловые системы именно вот это вот но не знаю видно вам или нет это на самом деле не очень интересно и никому оно не нужно мы об этом говорить не будем что такое файловая система в общих чертах ну в общих чертах все из вас скорее всего представляют что это такое если говорить обычным языком и кратко по сути своей это некий API некая прокладка между нами или нашим приложением с одной стороны и хранилищем с другой стороны также любая файловая система она содержит в себе некую таблицу в которой прописано соответствие файликов ну или того что хранится в файловой системе и их состояние и соответствие определенным адресам на диске так называемый LBA вот и говоря о файловых системах но в первую очередь хочется рассказать о том что же мы храним в этой файловой системе о типах файлов их вообще очень много все перечислять это надо очень много времени у нас его и так очень мало поговорим об основных во первых это директория или каталог я думаю здесь все понятно это некий объект который позволяет нам построить некую иерархию но это сделано чисто для того чтобы нам было удобнее был когда-то досу которого это не было все лежало в корне это было страшно просто найти там что-то спасибо диски были небольшие найти там было что-то просто невозможно второе это обычные файлы ну что такое обычный файл это некая область данных она им как-то именована к ней как-то можно обратиться файловая система на самом деле она не знает что за файл вы храните как с ними работать как они устроены для нее это просто область данных следующее и на мой взгляд самое интересное это жесткие ссылки да для того чтобы объяснить что это такое наверное стоит понять как вообще происходит обращение к файлу в файловой системе происходит оно следующим образом каждый файл имеет еще некий iNode файловый дескриптор именно файловый дескриптор содержит всю информацию о файле где он начинается и заканчивается касаемо адресов какие у него права кто владелец и всю вот эту вот красоту оно содержится именно в iNode а то что вот здесь вот показано на самом деле и есть жесткая ссылка это то почему мы обращаемся к файлу то с чем мы взаимодействуем жесткая ссылка это указатель именно на iNode они обладают некоторыми плюсами и они используются очень активно они очень нужны и очень важно это помнить и знать во-первых один iNode может иметь большое много жестких ссылок не знаю есть ли ограничения возможно есть но не сталкивался для чего это нужно а для того чтобы иногда нам нужно иметь один и тот же файлик в некоторых местах файловой системе чтобы его не копировать мы можем просто создать вот такие вот жесткие ссылки к этому файлу и они будут приводить нас к нему при обращении и также файл будет существовать до тех пор когда пока существует хотя бы одна жесткая ссылка на него как только будет удалена последняя но это место будет помечено как ненужное дальше мы знаем что произойдет с ним но у них есть и определенные минусы они заключаются в том что во-первых жесткая ссылка может они могут существовать даже несколько только внутри одной файловой системы потому что iNode это только в одной файловой системе во-вторых так как права и владелец и все вот эти атрибутики файла они хранятся в iNode то сколько бы и где жестких ссылок мы не создавали права атрибуты и все это сохранится на них будет одинаково если меняешь на одной меняется на всем и здесь нас выручает такие такие еще указатели как символические ссылки симлинки ну это наиболее привычный вид ссылок их там в windows это называют ярлыками почему-то по сути своя символическая ссылка это уже указатель не на iNode это указатель на жесткую ссылку она хранит в себе полный путь именно до нее полный путь в иерархии файловой системы как это описано с этими слышами оказывать на нее в чем плюсы и где можно использовать ну первый основной плюс наверное то что она может находиться в другой файловой системе на разных дисках допустим на разных разделах чего нам не позволяли жесткие также она может иметь права и владельца отличного от того что стоит iNode и поэтому тоже использовать стоит смысл в этом есть ну как минимум для экономии просто место не раскопировать файлы это как-то глупо нужен один и тот же файл а мы его копируем несколько раз а у нас еще потом консистентно между ними нарушится она была нужна все это нехорошо да про жесткие ссылки еще не упомянул один момент который тоже стоит учитывать это такой минус если жесткая ссылка будет копирована из одной файловой системы в другую если их будет несколько то они будут разоминованы это будут отдельные файлы это надо учитывать потому что можно накопировать так что у вас потом на целевой диск просто не влезет и далее да это я пропустил неважно далее хотелось бы разобрать конкретные примеры файловых систем коротко бегло самое популярное в линукс это семейство экст была такая файловая система как экст1 ну просто экст она давно тоже утеряла свою актуальность ей уже никто не пользуется и поэтому о ней говорить мы не будем начнем с экст2 экст2 это асинхронная файловая система она отвечает всем основным требованиям файловых систем все умеет почти да асинхронная думаю не нужно что объяснять ну то есть для того чтобы записать файловую систему нам не нужно ждать пока запишется на диск записали в нее записал какой-то в буфер потом запишется пусть там живет сразу же вылезает минус а где-то плюс файловая система x2 это то что она не журналируема то есть данные пишутся напрямую в файловую систему без использования какого-то журнала и при потере питания допустим при обесточивании ну то что еще не успел записаться оно будет к сожалению потеряно в файловой системе x2 действуют вот следующие ограничения это количество под директорией 31998 размер самой файловой системы до 32 терабайт и размер файла который может помещаться на ней до 2 терабайт эта файловая система в определенном смысле хороша но до сих пор используется допустим на флешках ее любят иметь некоторые извращенцы ставят на SSD но якобы они так меньше их затирают но на самом деле там разница там очень невелика и смысла в этом особо нет но из-за того что она не журналируется подумали-подумали решили сделать следующую файловую систему следующую пусть будет итерацию этой файловой системы это x3 она очень похожа на x2 у нее те же самые ограничения единственное здесь появляется журнал но за счет журнала она становится значительно медленнее да хорошо мы не теряем данные при потере питания но но работает она не очень быстро и тогда почесав головы а тут еще время шло росли диски росли файлы и вот эти ограничения начали поджимать и решили сделать следующую x4 здесь уже было полностью снято ограничение на количество поддиректорий размер файловой системы дошел до одного эксабайта размер файлов до 16 тибибайта ну то есть это получается 17,4 терабайта один файл и появился очень интересный механизм под названием экстенты за счет вот этого механизма как раз удалось выжать производительность этого в x3 не было суть экстентов в том что большой кусок данных до 128 мегабайт может быть адресован всего одним дескриптором тем самым дескрипторов получилось меньше для больших так как большой файл и работать с этим стало гораздо быстрее и сильнее x4 вообще достаточно производительная система файловая система она очень часто используется используется и нами в некоторых моментах но мы например используем файловую систему xfs xfs изначально писалось для очень больших хранилищ и хранения на них очень больших файлов мы можем увидеть что размер файловой системы xfs может составлять 8 эксабайт и размер одного файла может также составлять 8 эксабайт достаточно много но файловая система xfs обладает одним минусом при хранении большого числа маленьких файлов она показывает не очень хорошую производительность ну она и писалась не для этого и поэтому просто сообразно иногда использовать x4 следующее о чем хотелось бы сказать не очень хотелось бы это b3fs это файловая система на динамных деревьях она весьма интересная у нее огромное количество фич как вы видите ограничения вообще бешеная файловая система 16 экзабайт файлы тоже 16 экзабайт у нее огромное количество механизмов можете почитать документацию там список весьма оглашать не будем самое интересное как будем во-первых она умеет делать миновенные снапшоты сама файловая система к этим снапшотам если у вас что-то поломалось пошло не так вы можете откатиться что может быть очень удобно и замечательно вторая важная фича это обеспечение избыточности на уровне самой файловой системы насколько я помню на данный момент это может что-то изменилось избыточность можно обеспечить только для директории в сути то есть в директории конкретно вы можете поставить атрибута что файловая система зеркалирует мне вот эту директорию то если не теряем то что они обещали еще сделать для файлов но вот по-моему еще нет возьмем что-то меня также BTFS она поддерживает многодисковую конфигурацию причем она не только может быть размазана на несколько дисков однофайловой системы но и она умеет строить рейды да рейды уровни 0 1 5 6 10 на уровне файловой системы без каких любополучных утилит возможностей также присутствует сжатие но там не все так радует потому что производительность очень сильно складает при сжатии но очевидно почему на данный момент в каждой системе BTFS хотя она такая крутая но она допустим RedHat объявлена как WK почему потому что очень много сообщений о том что она нестабильна постоянные баги никто не хочет конечно же в интерпрайсный продукт присовывать это многие отказываются сейчас дистрибутировать тоже выпиливают ее тот же Core Cost по-моему выпили потому что с дукером были проблемы постоянно падал она очень нестабильна не очень нестабильна все в продакшене в большом где-то по мелочи у себя она не будет и больно поиграться она будет работать но когда у вас продакшен с которым у нас надежность наверное не лучший вариант и у нас со временем все плохо не ну как у нас команды давайте закончим да остался один пол на самом деле могло быть да я его видел дисковые массивы бегло по основным параметрам рейд массивы изначально они были созданы не для того для чего используются сейчас сейчас они используются для обеспечения именно акказоустойчивости изначально они участвовали опять же в том самом холиваре сказе и сатар и они продавались именно как что массив на индиспенсив дисков недорогих суть заключалась в том что вы можете не покупать дорогой сказе а купить несколько дешевых дисков собрать массив и получить такую же а иногда еще и большую производительность но шло время и вот это все менялось и со временем они превратились в массивную независимость дисков потому что вот эта производительность прирост нам стало интереснее если говорить об основных функциях основных плюшках которые нам дают рейды это защита от потери данных при выходе из строя каких-то отдельных элементов во-вторых это повышение производительности раздела можно сказать что нам не всегда это интересно создание разделов больших размеров то что нам это нужно и дальше я хочу кратко подбежаться по основным так называем уровням рейда исторически сложилось что это называется уровнем и первое на что стоит обратить первый но нулевой рейд ноль по сути своей еще называют страйк по сути своей берутся диски в них по очереди разбрасываются блоки данных первый блок на первом диске второй на втором третий на первом четвертом и втором и таким образом мы получаем единое хранилище на нескольких дисках максимальная производительность такого массива она на самом деле максимальная то есть грубо говоря производительность равна суммарной производительности всех дисков в массиве мы понимаем что их может быть не два также мы получаем максимальный объем и все-таки хочу спросить а каковы минусы вот этого явно прям один проблема в том что это не рейд здесь совершенно нет отказа устойчивости он неизбыточен по определению даже не подходит однако имеет правое место быть когда нам не важна оказывается точность когда мы обеспечиваем другом уровне допустим репликация у нас настроена в базе данных у нас так все хорошо можно использовать единственное надо учитывать тот факт что если мы потеряем хотя бы один диск мы потеряем весь сервер понадобится время на то чтобы его потом восстановить зачастую это тоже не проблема идя дальше рейд один или зеркало мера суть в том что как следует из названия все диски массива они являются абсолютным отражением друг друга что мы здесь получаем во-первых получаем максимальную отказоустойчивость мы можем потерять все кроме одного диска во-вторых мы получаем максимальную производительность на чтение за счет параллелизм потому что мы одновременно можем здесь одну головку отправить читать тот сектор здесь другой и при хорошем параллелизме если приложение умеет то можем выбрать опять же суммарную производительность на чтение всех дисков производительность на записи все не так радужно так как записать можно на каждый диск и она будет равна примерно что уж тут будет она равна производительности самого Объем, равен объему одного диска, понятно, очевидно, и на самом деле такой вот массив имеет право существовать, мы используем его, допустим, для раздела, где стоит самая операционная система, ну, чтобы при потере одного, допустим, единства диска, если бы он там был, ну, не терять сервер, а просто заменить сервер продолжает работать замечательно, удобно, все рады и счастливы. Ну, согласитесь, как-то группа имеет там 3-5 дисков, а работать с объемом одного, и тогда на помощь нам пришли так называемые промежуточные уровни рейда, да, и самый популярный, самый часто встречающийся это рейд 10, ну, и рейд 1 плюс 0. Суть его в том, что мы собираем парами зеркала по два диска, и потом эти зеркала объединяем в страйк. Что мы получаем? Получаем, ну, по объему такой массив будет равен половине объема всех дисков. Производительность на запись равна, опять же, половине суммарной производительности всех дисков. Так как каждую операцию надо произвести дважды, производительность чтения равна суммарной производительности всех дисков, опять же за счет параллелизма. Здесь уже в этот раз можно использовать замечательное термо деградации, скорость при деградации при выделении одного из дисков. Но если говорить об этом, то скорость на запись в RAID 10 при деградации у нас вообще никак не изменится. Нам просто не нужно писать на один диск замечательно. А скорость на чтение изменится, но достаточно незначительно. Просто одна пара зеркала, одно зеркало теряет параллелизм. Не так страшно, особенно когда у вас много дисков, это очень малая цифра. Но здесь, конечно, это получается очень дорого, согласитесь. Два раза больше дисков, чем могли бы поставить. И тогда были придуманы так называемые массивы с четностью. Или можно увидеть название массива с паритетом или с чек-суммой. В чем их суть? Давайте рассмотрим, как сам механизм работает вообще, что такое четность, как это работает. Допустим, у нас есть страйк. Два диска, работаем с объемом двух дисков, при вылете одного все закончится. Можем построить RAID 10, допустим, для этого надо четыре диска. Можно ли как-то сделать, чтобы на трех? А можно. Добавляем третий диск. На него пишем чек-сумму вот от этих двух. В итоге что мы получаем? Можем потерять один любой диск, имея чек-сумму и второй. Мы всегда можем восстановить потерянные данные. Ну, либо если потеряли этот диск, мы всегда можем заново посчитать чек-суммы и вроде бы все хорошо. На самом деле вот такого массива не существует. Если что, это я придумал для того, чтобы показать механизм, что такое четность. А существует, допустим, RAID 5. Как работает RAID 5? Все данные разделены на все диски. Данные на них разделены на блоки. Для блоков считается чек-суммы и тоже записывается на какой-то другой диск. Что в итоге получаем в данном моменте? Мы получаем, что работаем с объемом трех дисков, грубо говоря. Так как один объем у нас, объем одного диска ведет по четности, по чек-суммы. Получаем отказ от устойчивости. Можем потерять причем абсолютно любой из дисков массив. При этом, если бы мы строили RAID 10, мы бы потратили шесть дисков на достижение такого объема. А здесь мы обошлись четырьмя дешево. Но понятно, что где-то сами себя надули, что бы мы потеряли. Что бы мы потеряли? Во-первых, мы получаем достаточно большую производительность. И не маленькую, но небольшую производительность на записи. Почему это происходит? Потому что при каждой операции записи нам нужно не только записать, но еще посчитать чек-сумму и еще записать. При деградации здесь происходит вообще полный ахтунг. При вылете одного диска, а мы приходим за данными, которые лежали, допустим, на нем. Нам на каждое чтение нужно прочитать данные со второго диска, других дисков, где хранились то, с чем считались чек-суммы, посчитать эти чек-суммы и только потом отдать данные. Это дорого, это слушать процессор и тратить драгоценное время. Если говорить о восстановлении таких массивов, то это еще дороже. Потому что для того, чтобы после замены одного диска вот это все добро восстановить, нужно прочитать весь массив и для всего массива посчитать чек-суммы. Это еще дороже, но если бюджет очень ограничен и если нам не критична производительность, вполне можно использовать, он работает и хорошо. Но это хорошо, когда дисков у нас вот как здесь 4, а если их 20. У нас один диск потерять легко, а два тоже несложно. Здесь из-за потеряния два диска, то они данные. Тогда мы придумаем следующий уровень, это RAID 6. По сути своей, это примерно то же самое, но мы храним две чек-суммы. В результате, что мы получаем, мы можем потерять два абсолютно любых диска, объем такого массива будет равен количеству дисков в массиве минус два. Запись также достаточно средненькая, так это считаем чек-суммы. Производительность и деградация то же самое, что у RAID 5. Восстановление примерно то же самое. Диск и плюс. Можем потерять не один диск и два. Но потерять, чтобы все легло, надо потерять три, а это уже меньше вероятность гораздо. Это тоже удобно. И опять же, на самом деле, не так много потратили. Если допустить, что у нас 24 диска по гигабайту, ну потеряли мы два, и у нас не 24 гигабайта раздела, а 22. Но это не так страшно, ведь можно пожертвовать. Говоря о RAID-ах, также по уровням больше не буду. Хотел бы еще зацепить такой момент о том, как они обеспечиваются. Есть два основных способа обеспечить RAID-массив. Их на самом деле больше, но там говорить вообще очень долго и не интересно. Основные, во-первых, аппаратные RAID-программы. Аппаратный, так понятно из названия, он обеспечивается специальным контроллером, RAID-контроллером. Если говорить о плюсах, здесь присутствует так называемая защита от потери питания, RAID-бэкэша. В чем его суть? У вас все данные пишутся не сразу на диск, пишутся вот этот кэш. Также на контролле присутствует небольшой аккумулятор. В случае потери питания вот этого аккумулятора, его хватает, чтобы данные из США записать на некое временное хранилище на самом контроллере. Данные и другие операции на то, что производилось. А потом, когда питание появится на сервере, у вас вот эти данные или эти операции будут выполнены, записаны и потеряны не будут. Конечно, если говорить о минусах, то, во-первых, это цена. Хороший контроллер стоит очень дорого. Ну, это несколько десятков тысяч рублей. А если у вас большой продакшн, и это надо умножить на количество серверов, где это нужно, и цена получается на самом деле очень серьезная. Также, как минус, я здесь выделил несовместимость контроллеров. Что это, в чем оно выражается. Контроллеры всю информацию о архитектуре рейда, которую на них построят, они хранят на самих дисках. И вот если у вас умер контроллер, вы не можете просто так взять эти диски и поставить их в другой. Вы можете это сделать только если он той же модели, того же производителя. То есть вам надо иметь дубликаты, какие-то запасные контроллеры тех же производителей, если их несколько, то несколько. Которые вы используете в продакшн. Потому что, между собой, несовместимость, если вы вставите в другой контроллер другого производителя, в другой модели, как-то по-другому работающему, то у вас в лучшем случае просто не взлетит, а в худшем у вас покрашивается весь массив, потому что он запишет своих метаданных и все. Второй способ обеспечить массив это способ программы. Если говорить о Linux, то он обеспечивается на уровне ядра. Ну и здесь, конечно, из плюсов, это его цена. А он вообще ничего не стоит. Спасибо Linux за это. Дальше, опять же, все спорно. Ну, во-первых, понятно, что у нас нет защиты при потере питания никакой. Все, что было в буфере, если сервер был обесточен, будет, конечно же, бесследно утерянным. Еще один минус – это создание нагрузки на CPU. Не всегда. Это касается RayDog, допустим, с черностью. Когда вам нужно черезчитать чек суммы, они будут считаться именно на CPU. Но здесь есть и плюс. Надо понимать, что в RayD-контроллере, какими бы они дорогими ни были, там используются достаточно игрушечные процессоры. Не вот эти вот. И если говорить, допустим, о восстановлении того же RayD-5, программный RayD особенно, вот вы услышали сегодня про процессоры, про инструкции AVX, AVX-512 в более современных процессорах, то, вот используя эти инструкции, чеком будет посчитано в несколько раз быстрее, чем на контроле физически, на дорогом, замечательном, хорошем. Также стоит учитывать тот факт, что при использовании SSD, особенно в аппаратных контроллерах, ну, как-то общались с производителями, и они предоставили некий список, в общем, оптимизаций, которые нужно применить к RayD-контроллеру, чтобы работать с дисками эффективно. Оказалось, все очень просто. Нужно просто взять RayD-контроллер, ради которого его покупают. То есть контроллер должен быть максимально тупым, чтобы работать с SSD. Все эти оптимизации мне нужны. Ну, принцип работы абсолютно другой. Ну и, в принципе, наверное, по этому моменту у меня тоже все. В общем, суть в том, что перед тем, как тратить много денег, нужно все-таки подумать, а ради чего и стоить. Оно там не всегда, но стоит. Зачастую, опять же, отказы стоить у себя обеспечены на несколько другом уровне. на уровне приложения, на уровне возможностей баз данных. И, в принципе, у меня все осталось. Может, есть какие-то вопросы, что-то осталось или накипело? Да. Вы про правую систему когда рассказывали? Да. Там была X4 и еще одна за ней. Вы сказали, типа, ну, это все нормально, а ты любишь пользу YouTube. И весь профит был в том, что это вопрос о большей вместимости. Нет, не в этом дело. Мы используем XFS, потому что, во-первых, в большинстве своем мы используем операционную систему CentOS, где XFS является основной проверенной рабочей. XFS, на самом деле, действительно очень хорошая, она стабильная. Есть у нее проблемы с мелкими файлами. Да, и я перед этим сказал, что в некоторых местах мы используем X4. Это тот самый момент, где XFS немножко проседает в производительности, там используется X4. Это есть production, это мало где, но присутствует. Я ответил? Набрасывает название. Ну да. Плюс только то, что она больше. Я понял. А при работе с большими файлами, она, в принципе, не уступает производительности. Просто она была выбрана, как сложилось исторически. Где, например, у вас используется SSD, а где SSD? SSD используется там, где она покупается. Совершенно разные моменты. Есть сервера баз данных, допустим, Cassandra, которая на SSD работает. Там важен очень малый latency и большая скорость работы с диском. Жесткие диски, ну, работают, допустим, в холодных хранилищах. По своими файлами системами понятно, где производительность SSD, но не нужна адаптовая. Production большой всего много. Используется по-разному. Там, где их не хватает именно вращающих дисков, там мы используем SSD. Мы не стараемся, там, за счет RAID. Если брать RAID, мы используем то, что реально используем. Это, во-первых, программные зеркала для системы. И есть некоторые моменты, там, с скидерными базами данных, где просто для увеличения объема используется тоже RAID-массив. В том числе. Больше вопросов нет? Да, конечно. Используются вообще? Рано ли, вот, RAID-массивы, с полным кодом Хэмминга, в смысле, с фэш-сом? Я на практике ни разу не встречал такую теорию. Вот, чтобы где-то в продакшене, не в одноклассниках, в тех местах, и до этого я не встречался с ними. А еще, кроме вот, D.E. В моих правилах систем есть, в принципе, сами под RAID-массивы? Которые сами умеют? Нет, просто специально подзаточены под любой RAID-массивы. Нет, файловая система, она, в принципе, не заточена под RAID-массивы. Здесь, если говорить о B3FS, она сама умеет организовывать RAID-массивы. Программные RAID-массивы. Есть каких-либо. Опять же, я не знаю, какие системы. Скорее всего, они есть, но они мало популярны. Скорее всего, стабильность тоже нормальная. В мейнстриме их не было. То есть, гораздо надежные утилиты, все это используют. Да. Опять же, тут не утилита. Если мы их проведем, то это RAID-массивно. Утилита, которая помогает взаимодействовать в RAID-массиве. То есть, менять его, параметры, заработать. Так это само RAID-массивно. Играет, что они все управляют. Кстати, на счет RAID-ов я не уверен. Но там есть нишоты. Там есть архивирование тоже. Есть такие вот вещи. Мне она больше напоминает, наверное, B3. По принципу работы с ней, как на B3, я не знаю. Они используются? Нет, мы не используем. Все, что мы используем, это XFS и в редких местах это чрезвычайно. Спасибо. 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 Продолжение следует...